Жители Ленинского района поблагодарили главу города Елену Лапушкину за преображение территории. Здесь ремонтируются дороги, тротуары, появляются новые газоны и дополнительное освещение. За счет расширения проезжей части появились дополнительные парковочные карманы. Но жители считают, пространство можно использовать еще более эффективно. И тогда можно будет выкроить еще несколько парковочных мест. С этим предложением они пришли на прием к главе города. Машин помещается очень мало. А если вы поставите елочкой, то, естественно, было бы больше машин, возможность парковаться. Это вы про парковочные карманы говорите? Так точно, да. Городские власти на осмотр проведенных работ уже выезжали. Сейчас согласовывают новую схему с ГИБДД. Дорожные знаки уже заказаны. Парковочные карманы обустроены. Мы туда пригласили Чугунова, это Дорнадзор. И они пошли навстречу. Сейчас схема находится на пересогласовании. Мы ее должны в пятницу уже получить. Ну и до 1 сентября мы просто поменяем знаки. Еще один вопрос, который волнует жителей Ленинского района, это посадка новых деревьев и кустарников. Самарцы хотят видеть центр города зеленым и уютным. Глава города Елена Лапушкина заверила, посадка деревьев продолжается. А там, где она невозможна из-за проходящих под землей коммуникаций, поставят большие вазоны с деревьями. Мы по факту сажаем даже больше, чем вырубаем. Единственное, что в центре города у нас нет свободной земли, где бы могли сажать крупномеры. Но максимально там, где мы вырубаем, даже в тех приствольных решетках, если вырубаем деревья, все равно мы там сажаем. Также жителей интересовала судьба 109-го квартала в историческом центре Самары, где планировали построить многоэтажки. Самарцев успокоили. Проект, который утвержден, это не проект планировки, а проект межжевания территории. Он может только формировать земельные участки с фактически занимаемыми в квартале жилыми домами для приведения территории в соответствии с земельным законодательством. Люди также просили установить дорожный знак «Пешеходная зона» на въезде в отбор на улице Мичурина и благоустроить тротуар, из-за отсутствия которого им приходится выходить из двора через арку по проезжей части. В темное время суток люди не всегда замечают машины, которые едут им навстречу. Беспокоят самарцев и провалившаяся плитка на улице Агибалова. Устранить дефект глава города поручила подрядчикам до 21 августа. Мария Левина, Константин Головин, Василий Калдашов. События.